Всем привет! На обзоре у нас сегодня планшет Galaxy Tab A6. Модель, значит, у нас SM-T585, та, что с LTE-версией, то есть можно ставить сим-карту. По характеристикам. Экран 10.1 дюйм, TFT и LCD. Процессор восьмиядерный, частота 1.6 ГГц, оперативной памяти 2 ГБ, камера фронтальная 8 Мп, передние 2 Мп, батарея на 7300 мА. Итак, открываем. Чем нас порадует Samsung. Это как бы модель среднего А-класса линейка, бюджетная у них G-смартфон. В планшетах такого нет. В принципе, есть S-флагманская линейка, а более бюджетная. Так, здесь всё закрыто. Вот, запечатано. До этого планшета у меня был Nexus 7-дюймовый. Давно хотел приобрести 10-дюймовую модель. Вот, наконец-таки, этот день настал. Смотрите, как он выглядит. Напоминает большой телефон. Ну что, снимаем плёночку. Так, вот и суть. Так, теперь запускаем. Номочка включения. Так, вот. Ждём, пока запустится. Добро пожаловать. Язык русский. Начать. Samsung Tab 10.1 2016 года выпуска. Вот, коробка отняла. Тут характеристики. Коробку берём. Так, здесь. Картон плотный. Это чек. Наклеечка была на нём такая вот. 4G. И восьмиядерный процессор. Так, инструкция. Зарядный блок. 5 Вольт 2 Ампера. И провод microUSB. С USB на microUSB. Так, теперь сам планшет. Планшет я покупал за 16 тысяч. По официальному дилеру. Вес устройства 525 грамм. Достаточно тяжёлый. Цвет чёрный. Посмотрим. Значит, что у него по элементам управления. Три кнопки. Две из них сенсорные. Одна механическая. Сверху датчик приближения. Логотип Samsung. На нижнем торце. Две операции динамика. На левой грани ничего нет. В верхней части разъём microUSB. Под 3,5 мемчат и микрофон. На правой стороне качелька громкости. Кнопка питания. Так, под флешку. Разъём. И под сим-карту. На задней части. Тыльная камера. И вспышка. Две цвета. Многотип Samsung. Знак сертификации. Так, вот. Маншет в спирте. Олеофолкное покрытие хорошее. Так, экран у нас стоит PLS. 1920х1080. Плотность пикселей. 224 ppi. Процессор здесь установлен. 7870. Восьмиядерный. Частота 1.6 Гц. Cortex-A53. Техпроцессор 14 нанометров. Android 8.1. Видел процессор Mali-T830. Памяти встроенной в нём 16 гигабайт. Оперативные 2 гигабайта. Есть поддержка флешки. Флешку можно поставить до 256 гигабайт. Здесь хотел показать по настройкам. Работает аппарат не очень шустро. Сведения ПО. Вот видно. Модель Т585 СЛТЕ. Дата выпуска. Обновление. 12. 12 месяца 2019 года. Уровень безопасности Android 1 февраля 2019 года. Немножко они его подзабросили. Производительность. В Antutu он набирает 60 тысяч баллов. Но как-то он с третьего, с пятого раздок. Минимальная сейчас производительность должна быть около 100 тысяч баллов. Так. Ещё хотел сказать по поводу задней камеры. Задняя камера 8 мегапикселей. Снимает в Full HD 30 кадров. Вспышка есть. И фронтальная камера снимает на 2 мегапикселя. Пример фото-видео я добавлю. Это пример записи видео на планшет Samsung Tab 10.1-2016. Качество 1920х1080 в Full HD. Оценивать качество звука, видео, картинки. Пишите в комментариях. Пробежка. И прыжки. Во время записи видео можно ставить паузу. Фокус срабатывает быстро. На этом всё. По звуку динамика. Сейчас я включу стандартные мелодии. Звук так себе, конечно. Басов маловато. Но громкости достаточно. Особенно в помещении. На улице может быть чуть-чуть будет не хватающей громкости. Так он звучит. Батарея здесь на 7300 мА держит до 13 часов видео. Ну, при активном использовании около 7-8 часов. Если нагружать его играми, фильмами, при большой яркости. По поводу игр. Игру я установил в Subway Surface. Такая простенькая. Но идёт она достаточно неплохо. Более производительные игры будут идти на минимальных настроек. И с небольшими подтормажениями. Так что вот такие слабенькие игры больше для него подходят. Так, пробежимся. Для таких простеньких игр он подходит более чем. Так, в принципе, ЭПС держит. Воймал меня полицейский. Былый обзор, сами видите, хороший. Былый обзор, сами видите, хороший. Былый обзор, сами видите, какой вывод делать об этом планшете. Есть конкуренты с Huawei M3, M5 Lite. Тоже стоит около 16 тысяч. Но у них процессор, ну, примерно сравним с этим. Сейчас вышел новая модель, обновлённый. Tab 10.1. Samsung Tab 10.1. Только не 2016 года, а 2019. У него более производительный процессор, более сочный экран. Вот его я рекомендую покупать вместо этого планшета. То есть цена у них примерно сейчас одинаковая. Что у этого, что у нового. Планшет. У Huawei за 16 тысяч примерно такой уж, как эта по производительности. Но слабее, чем новый Samsung. Вот, я его попробую купить и сделать на него тоже обзор. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok